Вчера прошли первые матчи 1-8 финала Лиги Чемпионов. Одна из главных баталий состоялась в Париже, где пассажир на своем поле принимал лондонский Челси. Гости первыми открыли счет. На 36-й минуте после удачных действий трех защитников-аристократов Джона Терри, Гарри Кехила и Бронислава Ивановича последней головой переправил мяч в ворота. Во втором тайме хозяева поля пошли вперед и на 56-й минуте Эдисон Кавани сделал счет равным. Футболисты ПСЖ все оставшееся время активно атаковали ворота соперника, однако Тибо Куртуа больше не пропускал. Итог 1-1. Также вчера состоялся матч между Донецким Шахтером и Мюнхенской Баварией. Матч закончился в ничью 0-0. Ответные встречи пройдут 11 марта. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сыграла свой матч третьего круга на турнире WTA в Дубае. Была девятая ракетка мира Екатерина Макарова. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6-3-6-4 в пользу российской теннисистки. Напомним, путевку в третий круг турнира Дияс получила после победы над немкой Андрея Петкович, которая в обновленном рейтинге WTA занимает десятую строчку. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги подходит к своему завершению и уже сейчас известна предварительная расстановка сил в плей-офф. Так, столичный клуб Борис узнал своего первого потенциального соперника в борьбе за Кубок Гагарина. Им стал магнитогорский металлург, с которым Борис в течение регулярного чемпионата встречался дважды. По статистике, лучшим в этой паре является нынешний обладатель Кубка Гагарина. Магнитогорский клуб выиграл оба матча. Однако в обеих встречах останчане уступали с минимальным отставанием в счете. В Национальной хоккейной лиге команды после матча всех звезд продолжают регулярный чемпионат. Так, вчера в Питтсбурге местные любимчики пингвинс принимали гостей из Вашингтона. Капитал с первыми открыли счет. Под занавес стартового периода гости добились успеха благодаря Александру Овечкину, который реализовал выход 1 в 0. В первом периоде пингвины сравняли счет. Забитой шайбой отличился Стив Дауни. Однако далее для Питтсбурга все складывалось не лучшим образом. В заключительной 20-минутке Джоэль Уорд сделал счет 2-1, а Джон Карлсон удвоил преимущество Вашингтона. Итоговый счет 3-1 в пользу Капиталс. Завтра казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев в четвертый раз выйдет на профессиональный ринг. Соперником нашего спортсмена станет 37-летний американский боксер Хосе Гомес. На этот раз бой пройдет в рамках шоу Fight Night MMA and Boxing в легендарном развлекательном центре Sportsman's Lodge Event Center в Калифорнии. Шоу включает в себя выступления ММА бойцов и отдельную часть боксерских поединков. В арсенале Сойлыбаева три боя. Все их он завершил победой, причем один нокаутом. Стоит отметить, что Бекман выступает от промоутерской компании Diamond Ring. И с начала этого года вместе с другим казахстанцем Ельдосом Саркуловым тренируется в зале известного американского тренера Фредди Роуча.